видите уже начали опадать цветочки сейчас мы побеседуем с вами но перед беседой я решила положительный посыл такой цветочный рай аюшел из мистер гелберт я мальчик он обвините care of you both then i can say that i'm in ревную от меня к соседу я ж ему рассказываю я говорю у него трак такого же цвета и как будто бы у данилкин будем обратно идти я вам покажу хотя его видно отсюда он видите серый и вот у данила такой же был игру твой твой трак говорю наверное это но он не верит что могли его отремонтировать с тем как он купил выплачен у нас и трак и моя машина моей машине уже 13 лет стала шуметь после того как выключу ее назначили даже appointment по ремонту но дэниел посоветовался с механиком на работе и тот сказал у его жены уже пять лет так это вентилятора якобы у нас жарко и машины уже когда стареется в машине и мы пользуемся кондиционером и вот когда выключаешь там вентилятор мотор или где-то продолжает где-то около минуты урчать но посоветовались они с механиком решили что сдерут с меня конечно будут предлагать поменять все кондиционер это самое дорогое если менять поэтому я решила пока окончательно не сломается еще успею новую машину в кредит взять ну хороший такой down payment заплатить чтоб невысокая оплата месяц было ну посмотрим к главное сейчас чтобы здоровье не подвело вот ну а теперь по поводу по поводу и без поводу вчерачи вчерачиной передачи или так сказать рекламы на меня вот от канала мариям ну я сразу еще так все подумали что я так расстроилась конечно мне было неприятно что меня записали вообще какие-то одна половина страны любой страны сидит на пособиях не работают так теперь получается и те кто работают так получается дураки полоумные а те кто значит на пособиях сидят умные умеют махинации делать вот подписчик с ее канала написал большую петицию на моем канале что делают выводы из моей жизни что надо или выходить замуж за богатого или заниматься махинации вот хочу договорились замуж за богатого те мечтают выйти я думаю женщины но не хватает богатых мужчин вот и если учесть что я приехала в 40 лет в америку и начала все с нуля и учить язык и нового мужа завела на 5 лет положит и работала каждый день и понимала что работать здесь придется раз в 10 тяжелее чем мы работали в россии даже на заводе сейчас уже привыкла ну вы же смотрите других блогеров и все они говорят что здесь тюрьма с усиленным питанием потому что капитализм потому что хотят чтобы работали больше оплатили нам меньше без простых людей без сервиса пока еще ни одна страна не обходится когда уже заменят этими роботами еще неизвестно но пробуют пробуют да скоро будут роботы работать так что махинациями махинациями заниматься тут даже так сказать особого ума нет не надо надо быть просто наглым наглым пробивным иметь холодное сердце вот это да тогда он тоже все не могут быть такими вот все это понимают все хотят как можно меньше работать и иметь больше денег или вообще не работать некоторые гордятся да этим что вот не работают получили получать пособия какие они умные вот она даст первое дня этим заниматься сразу садится на пособие когда-то уже работаешь уже позорных касает работу и гляньте пособие забыла показать вам уже преследует меня мой сосед подъехал так развернулся обратно поехал что не хочешь даже травку кушать ну ладно встретил там на стороне обочины потом еще у своего дома он все время на улице он свободный такой но постоянно заняты ковыряться машинах но ему уже я думаю может уже и 80 когда он нам крышу ремонтировал он говорил 72 или 73 ему было на крышу залазил еще на нашу за 300 рублей долларов так что так что наверное да таких людей которые пашут всю жизнь за небольшую сумму наверное мы относимся к неудачникам и так понимаем для некоторые для некоторого слоя человечества но обойтись пока без нашего сервиса состоятельные не могут и махинациями которые занимаются тоже нуждаются в нашем сервисе подай принеси съезде это тоже соседка видите там круголя дает наверно что-то ремонтировал машине вот если бы не только увидел но смешно бы было он серо виде разворачиваться он ковыряться в машине и опять ковыряться проедется а потом ковыряться опять может за нами следит еще такой вопрос я хотела прикает за то что я вот без любви вышла замуж да я не скрываю это я не успела полюбить не было предложение было свидание назначено и через два дня я была перевезена в его в дэниела дом и через два дня уже предложение было поехать выйти за него замуж я не успела его полюбить я любила другого мужчину никакого позора в этом нет но я не страдала отсутствие секса так как в нашем современном мире если мужчина любит свою женщину он всегда найдет способ компенсировать какие-то свои неудачные стороны так вот я скажу и поэтому моем возрасте это намного благодарнее чем элементарный секс течение 20 лет обычный такой секс сейчас наше время по моему уже достаточно умные все в этом деле все понимают что главное это не главное что это влечение приходящие и уходящие а главное вот именно стать командой семьей как говорится в одну дудку дуть обоим легче самое главное отвращение чтоб не было друг друга а у нас его нет отвращения точно нет ругаемся да шипим друг на дружку иногда но мы знаем что мы это ну про собачницу меня упрекают да он тогда это был правда сумасшедший потому что он любил сочи а я была настолько занята youtube он все свободное время бежала навстречу с лидером у тюбовским вот ждала пока там красиво оденутся накраситься проснуться чтобы выехать но тем не менее не было это интересно я это делала с удовольствием но уходило много времени там допустим видео снято на 30 минут а потрачен целый день чтобы дождаться когда она снимется это видео вот поэтому дэниел конечно ему это не нравилось и он каждое утро ходил в парк сочи и он с удовольствием я думаю общался с этой американкой который у которой рот не закрываться так как ему нравится именно ей вернее нравилась его похабная речь вот такая разнужденность поведение она тащилась от него она хотела и со мной подружиться как бы семьи и у нее же муж хоть он не командировках был военных и то же время они хотели мне уже свой бизнес был они хотели как-то чтоб вернее она хотела собачница чтобы они объединились этом бизнесе чтобы муж ее тоже стала работать не уезжая но тем не менее сейчас она где-то другого штате я думаю что у него тоже было увлечение приятное такое в плане не дошло конечно там до половой близости потому что сами понимаете он не мог ее удивить ничем в этом плане но по поболтать похохотать он конечно сходил с ума от этого тем более а в то время полностью пришла на русский прямые передачи видики все на русском ему было тяжело вот это был у нас тяжелый период вот у меня наверно у него хороший тащился сочи парк сколько лет ведь это было первых пять лет пять лет до точно пять лет то было я ревновала да вот теперь он ремонт к соседу восьмидесятилетнему мора и только какие-то сны все видит можно в такое поверить или нет он себя увидел что он умер инфаркт у него зафиксировали его смерть и оставили одного в темной комнате даже запах помню лимоном пахло оставляете говорю правду что такое тут обдала меня чем-то по носу вот такой сон ему приснился он мне все подробно рассказал как получить страховку на жизнь на работе а так чувствовать себя нормально ну что-то вот депрессуют по поводу снов этих каких-то боли иногда в левой части он вообще левша если много работал то у него и боль может быть плече но то это те же симптомы и с инфарктом инфаркт может быть знаете даже от того что то чихнешь уже может быть инфаркт чихание это кожа кашель это тоже стресс для организма а так у него выходные три дня обычно 2 наконец-то ему дали дополнительных еще один день выходного оплачиваем у него много их оплачиваемых дней вот сейчас мы придем пойдем купаться по крайней мере он пообещал что пойдет купаться сачули в пятницу грумиру поведем она ему позволяет все чесать вырезать подрезать говнюха такая что мы дома говорится разойдемся по комнатам утром спали оба до обеда он честно компьютере я там с телефоном дети выслали как они на озере рыбы ловили видосики на той на резиновой лодке забыла спросить какое озеро хорошие штамм озера от сочи то вокруг сочи или где-то далеко то они не поедут как-то получилось что она мне выслала видео звука нет поэтому я она там все рассказывал я только смогла видео сделать коротенько все так что махинация популярна у нас никогда видимо от нее не избавиться всегда будут взятки так как работать люди хотят все меньше и меньше помню когда молодая была детстве у нас зрение один мужик только не работал вот такой был слабовольный и не боялся так ведь пальцем-то тыкали как на него это такой позор был в то время вообще пальцем тыкали лентяй в эту неядец потому что боялись еще еще советская власть была боялись надо работать настолько уже это сидела в печенках что любую работу надо работать чтобы хоть копейки получать не потому что люди ленивые не ленивая но способности конечно у всех разные и нельзя за это людей винить что не получили какое-то еще образ даже вот опять же нужно сравнить есть люди с образованием есть без образования но более успешные в жизни у тех у кого образование с образованием себя ему не могут пристроить нигде жизни не могут адаптироваться стране не могут адаптироваться но постоянно трясут этим как у меня был серёга бойфром то первый здесь в америке последний наверно до замужества на данилке и вот он образование у него было архитектор 10 лет учился киеве и он не мог ягод сюда приехал не умирать и не такую работу выполнять вот результате он был неприкаянный не пристроены ни к чему да он пробовал развозить на машинах мороженое тоже бизнес на себя открывал дан провал какие-то работу без документов устроиться его брали потому что у него английские все-таки он хитрый был соображал хотел как бы не хотел физически работать ему было то унизительно вот так остался все равно не прикаянный не устроенный я не знаю где он сейчас что я вам рассказывал что он за 100 с астонской я тогда не понимала как он он кастом кастом сам был неравнодушен их там завозили партиями потому что я даже не понимала что то время еще пока не начались вот эти события что украинцев то такая тяга к европе к европейцам раз и русская ему наверное это было тоже унизительно страдал вот родила ребенка эстонка и уехала обратно в эстонию вот это последний раз когда я слышала о нем это уже было лет 10 назад так вот когда человек считает что это не для него он способен на больше на лучшее чаще всего остаются вот не устроенными неприкаянными но заносчивыми считающими себя умными для уровня такой работы допустим так моя каждому свое в этой жизни да ну уж видите без наследства у меня из родителей рос со стариками до недоработать не дослужил в армии до 15 лет чтобы получать пенсию но он вообще по моему не планировал жениться раз не был женат до до меня такой вот был мама ему готовила остальное как компьютер заменял до сочи ли и любишь своего даре даре любишь даре вы и даре любит его больше чем меня хотя всю грязную работу я делаю нет он сейчас парк не ездит но он возит ее грумеру и забирают даже мне не пускает ехать туда далеко поворот такой их можно проехать следующий раз ответственный товарищ он у меня и мы до конца так и не знаем что такое любовь а любовь если без какого-то физического влечения или удовлетворения особенно возрасте от 40 до 60 уже это все знаете пройденный этап уже нужно спокойствие стабильность ладно сочи еще рано повернули машины с работы едут как я не поняла где сосед крутился крутился и тракт не стоит около дома да зря данилка ревновал передайте привет мистер гилберту что-то дождик закапал сочулик нету проворонил он нас не почухает тебя сочуля круголя дает красный разрабатывает что-то видно подремонтировал вот соседи уехали это ясно что дом у них был от банка как малоимущим видимо и даже ту сумму которую им назначили они не выплачивали бросили потому что уехали очень быстро бегом-бегом так сказать и вот несколько дней ремонтировали ремонтировали всякие специалисты все внутри шторки там поменяли покрытие раз у них собаки были и всегда кстати дома две собаки у них было и всегда дома они не гуляли как мы вот такого цвета у даниила трак даниил будет просто в то время так был популярный цвет и форт траки такие тоже могу сказать что данилкин бросили дома и уехали в другое место сначала помните вам рассказывала полиция все время к ним не стучала к нам главное и спрашивала видели ли мы их они почти год ребенка не выводили даже на улицу мы не знали что у них ребенок что там такое уже видимо скрывается от чего-то обвинили что соседи недружелюбные вот пошли ведь я ее выгуливала она к данилке прилипал к дождик пошел купаться змея была в этом он уже спать лег перед работой а я ему кричу змея а он не знаю же какая потому что живот красный о и суда виха фа снег today we have birds бегали бегали с данилкой бегали с данилкой вылавливали он придерживал это щеткой а я полотенцем накрыла чтобы вытащить залетела в открытую дверь не до а авто грумер у нас гроза сижу вот что ребенок под кроватью плачет я ее это пытаюсь вот уже целый час на ноге на моей сейчас перестану она будет это тихо 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 вот самара вот самара и егутки он егутыл